Ничто у нас не утонуло, все в нормальном состоянии. Еще немного и теплоходы начнут готовить к новому сезону. Работы много. Проверить электроустановки, двигатели, отмыть винты, подкрасить, что нужно. Каждое судно уже в солидном возрасте. Так, здесь есть теплоходы-старички 60-х и 80-х годов, которые, по идее, уже должны быть списаны. Да, они уже в возрасте, конечно, но мы их ремонтируем регулярно. Стараемся, чтобы все было в технически исправном состоянии. Тем более, нас контролирует российский речной регистр. Одно судно у нас встает на капитальный ремонт в это лето, а остальные выйдут в работу. Какой будет уровень воды в этом сезоне, пока сложно сказать. В прошлом году были опасения, что прогулки по воде прикроются раньше срока. Каждый год он по-своему сложен. Что касается этого года, пока прогнозы делать еще сложно. Даже сегодня нет точной информации, будет поводок и какой он будет. Но нас больше беспокоит конец навигации, потому что первые месяцы воды хватает, корабли ходят, все. А вот с августа месяца будут, ну как всегда, наверное, будут проблемы с подходом к причалам. Но, вопреки пессимистичным прогнозам, ушли на зимовку в срок 10 сентября. Пассажиропоток Барнаульского речного порта за сезон 50 тысяч человек. Кстати, в этом году, как и в прошлом, на теплоходах продолжат традиции речных экскурсий. Мы проведем программы, которые будут связаны как раз таки с купечеством, потому что в прошлом году мы получили очень хорошие отклики. Людям было очень интересно узнать, как торговали по обе, как плавали, как выглядели вообще пароходы, их внутренние устройства, что предлагалось пассажирам. И, конечно, тема, которая очень интересна детям, ну и, естественно, взрослым тоже, это то, что связано с животным миром, растительным миром при обе и вообще как бы обитателями самой реки Об и ее берегов. Экскурсии будут проводить в июле и в августе, а обычные прогулки уже запланированы на 30 апреля, как всегда, с речного вокзала Бобровка, Калиновка, Расказиха. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.